Все внимание сейчас приковано к Парижу, где начинает работу так называемая Нормандская четверка. И это первая встреча с момента достижения Минских соглашений. Лидеры России, Франции, Германии и Украины обсудят, как реализуется как раз то, о чем они не без труда договорились в феврале. Тогда, как все помнят, переговоры были очень длинными. Что будет сейчас? Все вместе Путина, Ланд, Меркель и Порошенко соберутся чуть позже, а пока двусторонний формат. Подробности узнаем у нашего корреспондента Антона Верницкого. Он присоединяется к нам из Парижа. Антон, что происходит прямо сейчас, в эти минуты и какие переговоры у Владимира Путина уже состоялись? Добрый день, Валерия. Действительно, вы правы. Все мы в ожидании четырехсторонней встречи, собственно, для которой Владимир Путин, Фрунсуа Аланта, Ангела Меркель, Петр Порошенко и съехались сюда, в Елисейский дворец. Мы уже знаем, что пройдет она за закрытыми дверями, но перед этим Владимир Путин провел двустороннее общение с Фрунсуа Алантом, французским президентом. Никаких заявлений для прессы сделано на ней не было. Путин первым прибыл к Елисейскому дворцу, где его встречал Фрунсуа Алан традиционно, был почетный караул для Франции и после этого собственная беседа и состоялась. Каких-либо подробностей ее пока нет, хотя можно предположить, что в связи с ситуацией в Сирии, это главный мировой вопрос сегодня, речь шла не только на этой встрече об Украине. Позже российский президент встретился уже с Ангелой Меркель. Несмотря на то, что она, как и президент России, была в понедельник в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН, там встретиться им не удалось из-за того, что не совпадали их графики рабочие. Что же касается встречи четырехсторонней, то договорились о ней Путин, Алланд и Меркель еще 9 сентября и после этого заметно активизировалась работа в рамках контактной группы по урегулированию конфликта на Украине. За последний месяц заметно стихли перестрелки, а всего два дня назад странам удалось подписать соглашение об отводе от линии соприкосновения о вооружении калибром менее 100 миллиметров. Российские делегации это назвали поводом для сдержанного оптимизма. Основная же проблема по-прежнему это невыполнение большей части минских соглашений. И один из пунктов это проведение выборов. Украина настаивает на своей дате их проведения, Донецк и Луганск на своей. Владимир Путин в недавнем интервью американским СМИ подчеркнул, что ни один политический пункт этих соглашений Украина не выполняет и касается прежде всего того, что в тексте этих соглашений сказано, что все должно делаться по согласованию с Донецком и Луганском. А этого не делается. Сколько продлятся сегодняшние переговоры никому не известно, но мы здесь готовы к тому, что было в Минске. Действительно, там переговоры продолжаются практически сутки, без перерыва. Но будем ожидать и будем докладывать, что называется, вам. Антон Верницкий из Парижа, где сегодня встречается нормандская четверка.